На этой неделе Одесский горсовет провел, пожалуй, самую рекордную по продолжительности сессию за последние несколько лет. Депутаты заседали почти 10 часов. Среди множества рассмотренных и утвержденных вопросов были на повестке дня и предложения Украинской морской партии Сергея Кивалова. За день до сессии актуальное предложение обсудили депутаты фракции политической силы. Подробности насыщенных рабочих дней в материале наших корреспондентов. Десятичасовую сессию горсовета предваряло заседание фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова. Депутаты политической силы обсудили один из важнейших вопросов. Необходимость внедрения городской программы по внедрению иммунного паспорта гражданина Украины. Документ в ближайшем будущем будет введен на общенациональном уровне. Это очередной социальный проект Украинской морской партии Сергея Кивалова, который был запущен университетской клиникой Одесского мединститута Международного гуманитарного университета. Наличие таких документов обусловлено последствиями пандемии коронавируса. Без иммунного паспорта перемещения между странами будут проблематичны. Лидер партии Сергей Кивалов уверен, такой документ должен быть доступен каждому Одесситу. Мы провели эксперимент. Понятно, что это эксперимент, который сегодня поддержан Украинской морской партией. Так я хотел бы, чтобы все присоединились к этому. Это очень перспективное и нужное дело. Самое важное, мне обычно задают вопрос, а сколько это будет стоить? Вы знаете, это наш социальный проект. И я хотел бы, чтобы все то, что мы делаем в отношении иммунного паспорта гражданина Украины, иммунный паспорт Одессита, но все эти процедуры, если это социальный проект, то они, естественно, должны быть бесплатны. Я подчеркиваю, бесплатны. Это уже не первый социальный проект Украинской морской партии Сергея Кивалова, который получил положительные отзывы у одесситов. Напомню, уже несколько месяцев в университетской клинике Мединститута МГУ делают бесплатные тесты на выявление коронавирусной инфекции и антител. Также клиника предлагает различные виды обследований и реабилитации после болезни. Иммунный паспорт – очередной этап в работе сферы здравоохранения. Еще один важный и актуальный вопрос, который депутаты Украинской морской партии планировали озвучить на сессии – переезд Конституционного суда в Одессу. Сильная правовая школа и многолетние традиции в юриспруденции. Серьезные аргументы, чтобы этот вопрос решился положительно. Главное, что и руководство Конституционного суда выступает с тем, чтобы в будущем размещаться в юридической столице Украины. Это было бы историческое событие, подчеркивает инициатор предложения. Больше трех месяцев назад я встречался с Александром Николаевичем Тупицким, председателем Конституционного суда Украины. И мы с ним обсуждали этот вопрос. Возвращались буквально месяц назад, еще раз обсуждали. Было очень неплохо, если бы городской совет проголосовал за это предложение, чтобы именно разместить Конституционный суд, отдельную век судебной власти в Одессе. Я думаю, что это здорово, это хорошо, но мы должны еще что-то сделать. Надо показать, что одесситы хотят, чтобы Конституционный суд Украины находился в Одессе. По мнению Сергея Кивалова, переезд такого влиятельного органа власти Конституционного суда положительно скажется на развитии нашего города. Это и толчок в развитии инфраструктуры, и новые рабочие места, и особый статус города. Уже на следующий день инициативу Украинской морской партии Сергея Кивалова поддержали представители всех фракций Горсовета. С этой просьбой депутаты обратятся к центральным органам власти. Я убеждена, что Одесса – это лучшее место, где может располагаться Конституционный суд Украины. Это новые возможности для нашего города. В Одессе расположена лучшая правовая школа. Инициатива Украинской морской партии Сергея Кивалова в отношении того, чтобы Конституционный суд перенести в Одессу, была проголосована и принята. За что я благодарна коллегам. Потому что действительно вопрос переноса Конституционного суда в правовую столицу, а мы убеждены, что Одесса является правовой столицей нашего государства. Мы убеждены, что перенос Конституционного суда в Одессу даст новые инфраструктурные возможности, новый виток, новые возможности для города Одессы. Гордость такая за нашу школу правовую, за вуз, который создал Сергей Васильевич Кивалов и поддержала 33 человека. Это значит, что наше обращение, которое озвучил и лидер фракции Асауленко Светлана, поддержали. Это перенос Конституционного суда в Одессу. Я абсолютно на 100% уверен, что это положительное решение. Если его примут, это очень хорошо. Еще один важный аргумент в пользу решения теперь уже всего городского совета. Сегодня из 18 судей Конституционного суда 12 являются одесситами. Поэтому предложение основано еще и на желании самих представителей суда.